Добрый день, уважаемые зрители народного православного. Меня зовут Тимофей Обухов. Это проект «Союз онлайн». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в Москве открылся первый всероссийский форум православных общин глухих. Он организован при участии Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по благотворительности. Среди мероприятий форума дискуссии круглые столы по социальному служению, катехизации, работе с молодежью и семьями в рамках взаимодействия с глухими людьми. В форуме принимают участие представители православных общин глухих со всей страны. На месте событий также работает и наша съемочная группа. Корреспондент Эльвира Гордеева выходит на прямую связь со студией. Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей. Добрый день, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, почему назрела необходимость собрать в столице столь представительный форум, где он проводится и как долго будет длиться? Но мы сейчас находимся в храме Тихвинской иконы Божьей Матери бывшего Симонова монастыря. Повторюсь, что Всероссийский форум православных общин глухих проходит впервые. Его программа запланирована на три дня с 25 по 27 сентября. И объясню, почему все-таки назрела острая необходимость в его проведении. Дело в том, что за последние семь лет, с 2013 по 2020 годы, количество общин глухих в России возросло практически вдвое – с 40 до 75, что говорит о развитии церковной помощи глухим людям, ее востребованности в регионах. Однако общинам не хватает сегодня совместных мероприятий, где они могли бы поделиться опытом, получить практические знания и найти новые формы взаимодействия между священнослужителями, переводчиками шестового языка, приходскими социальными работниками и инвалидами по слуху. И данный форум как раз на это и направлен. Ну а более подробнее о мероприятиях форума, его целях и задачах нам сейчас расскажет руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, как возникла идея проведения вот такого обширного масштабного форума, всероссийского форума, как вы его собирали и кто сегодня здесь в нем участвует? Как вы уже заметили, за последнее время количество общин, которые занимаются помощью глухим людям и где глухие люди принимают непосредственно очень активное участие, у нас существенно увеличилось. Все это благодаря благословению Святейшего Патриарха. В 2014 году при нашем отделе был создан координационный центр по работе с глухими, слабослышащими и слепоглухими людьми. И в этот центр к нам стекается вся информация о тех приходах Русской Православной Церкви, которые взяли на себя такую нелегкую, но очень важную миссию помощи людям с нарушением слуха и с нарушением слуха и зрения. И, конечно, наши приходы, наши храмы, они говорят о том, что необходимо встречаться, необходимо общаться, необходимо обсуждать какие-то и проблемы, и, наоборот, рассказывать о своих достижениях, которые они в своих приходах осуществляют по работе с людьми с нарушениями слуха. Поэтому благодаря такой инициативе, и в первую очередь инициативе храма Тихвинской иконы Божьей Матери, в которой мы находимся и где уже около 30 лет служение глухим людям осуществляется, это первый храм в России, где вообще началось это служение, вот мы объединили все усилия и, соответственно, пригласили делегатов из разных епархий приехать к нам сюда, в Москву, рассказать о своем опыте, послушать опыт других людей. И кто не смог приехать, к сожалению, из-за текущей ситуации, пандемии, и не все смогли, кто хотел доехать до нас, многие в последний момент уже меняли свои решения, поэтому мы организовали онлайн-формат с ордопереводом, и все три дня на YouTube-канале можно смотреть все наши мероприятия, конференции, круглые столы и дискуссии, и принимать в них активное участие. Надеюсь, что, может быть, вы ссылочку покажете, и тоже зрители смогут подключиться и посмотреть наши мероприятия. Ну, понятно, что для одних это направление социального служения уже достаточно длительное время занимает, а кто-то только стоит, можно сказать, на пороге, да, вот создание вот подобных центров, здесь тоже они смогут получить какую-то помощь, какие-то советы. Вот это направление вы предусмотрели в проведении этого форума, и есть ли здесь такие начинающие вот приходы? Безусловно, мы предусмотрели, и, естественно, более опытные. Одна из задач нашего центра – это выстраивание связей, горизонтальных между общинами, чтобы они сами могли друг с другом общаться, сами могли, вот те, про кого, вы говорите, начинающие, перенимать опыт уже старожил, то есть не натыкаться, не набивать шишки, а уже проходить более легко тот путь, который прошли те общины, которые уже много лет этим служением занимаются. Ну, вот сейчас к нам приехали представители разных общин, из Перми, из Ростова-на-Дону, из Челябинска, из Ижевска, естественно, из Москвы, из разных регионов, очень много у нас подключений иногородних. Это разная община, то есть община Ростова-на-Дону, она существует чуть более двух лет, а община, ну, как я уже говорила, Симонова – 30 лет, из Пермь уже более 10 лет, то есть у всех разный опыт, и как раз интересно вот этот весь опыт аккумулировать и обсудить. В каких-то общинах очень много людей пожилых, какие-то общины, благодаря тому, что их лидеры, в том числе из числа глухих, слабослышащих людей, сами молодые, они вокруг себя объединяют молодых людей, и вот этот глоток нового, такого чистого воздуха, он, конечно, вдохновляет всех других, и, может быть, людей среднего или старшего общества, в таких общинах, тоже их заставляет идти вперёд. Поэтому вот как раз наши круглые столы, они направлены по разной тематике. То есть, например, как рассказать глухим детям о Боге. Вот Симонов монастырь, где есть воскресная школа глухих детей, они будут делиться этим опытом. Или как привлечь глухую молодёжь в церковь. Ведь не секрет, что сейчас молодёжь, молодёжь, и глухая молодёжь ничем не отличается, она большинство информации берёт из соцсетей. И, соответственно, есть уже методики, есть уже общины, которые очень активно в этом направлении работают, создают видеоканалы, например, видеоканалы «Десиница», где тоже молодые активные глухие люди на жестовом языке рассказывают и о Боге, и о монастырях, и о православной кухне, обо всём. То есть спектр, скажем так, донесения до глухих людей информации о православии, о его красоте, о его, скажем так, многозначности, он безграничен. И вот люди занимаются этим, и важно, чтобы и люди глухие из других общин тоже об этом знали, тоже начинали в этом направлении действовать. Понятно, что, конечно же, в большинстве своём зависит очень многое от настоятеля храма, который берёт на себя эту функцию сплотить вот эту общину и работать с ней. А если он, например, не знает жестового языка, это же практически невозможно тогда проводить какие-то беседы, службы. Что синодальный отдел делает в таком случае, и что предусмотрено для священников, которые бы хотели получить вот такое образование? Да, вы правы, это самое главное вообще, что нужно для глухого человека – говорить о Боге на доступном ему языке, на его языке, на языке жестовом. Поэтому мы, со своей стороны, обучаем священнослужителей русскому жестовому языку. Вот буквально на прошлой неделе у нас закончились такие курсы, которые проводились в Калужской епархии для священнослужителей, их помощников из Центрального федерального округа. Туда приехали из 12 епархий округа как раз изучать русский жестовый язык, и, в общем-то, я надеюсь, они получили много для себя нового и полезного, потому что, да, там были те священники, которые только хотят эту работу устроить, им необходимо это как средство общения с глухими людьми. Ну, кроме того, мы выпускаем пособия, конференции проводим. Опять же, у нас свой сайт есть, сурдоника.ру, где очень много методического материала. То есть, со своей стороны, мы всячески работаем и готовы помогать тем храмам, которые такую работу хотят начать у себя. Судя, потому что протяженность этого первого форума три дня, значит, достаточно обширный у вас был арсенал как бы подготовленных мероприятий в различных формах. Вот расскажите, что будет происходить сегодня, завтра, послезавтра? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что он символично открылся сегодня. Сегодня мы празднуем день, Всероссийский день, день глухого человека Всероссийского общества глухих. А заканчивается он в воскресенье 27 сентября. Это по традиции, последнее воскресенье сентября, это день, международный день глухих. То есть, от российского к международному. Ну и, конечно, да, вот сейчас в эти часы у нас как раз минуты идёт презентация общин глухих. То есть, общины очень все хотели поделиться о том, что же они делают. И каждый подготовил небольшое выступление о своей деятельности, как раз о тех направлениях работы, которые отличают эту общину. Конечно, не все, у нас их 75, но часть общины это сделала. Вот сегодня, как я уже говорила, будет вечером очень интересный молодёжный круглый стол. Как привлечь глухую молодёжь, вообще как с ней взаимодействовать. В том числе, это вот наши такие тоже одни из лидеров. Московская община глухих при храме новомучеников-исповедников российских в Новокосино, где есть канал «Десница». Они привлекут в том числе и глухих артистов из театра мимики и жестов «Не до слов». Завтра у нас пройдёт серия круглых столов и дискуссий на разные темы. И как привлечь глухих детей, тоже как им рассказать о Боге, какая помощь глухим в небо богослужебное может оказываться на приходе. И тоже приходы поделятся. Как же они, что же они делают для глухих. И очень тоже спектр различной этой помощи. Кроме того, поступила как раз тоже потребность от наших общин рассказать о том, как вообще бороться с проблемой зависимости, потому что и глухие люди тоже, они склонны и к винопитию, и к наркозамисимости. И в последний день, а это кульминация, у нас будет Божественная Литургия с сурдопереводом. Международный День Глухих, она тоже будет транслироваться в YouTube-канале. Тоже можно будет её посмотреть, с нами вместе помолиться. И после этого у нас будет подведение итогов и такая большая концертная программа, тоже подготовленная представителями разных общин в глухих, чтобы мы все вместе этот день отпраздновали. Ну и всё-таки как будет строиться дальше взаимоотношение всех тех приходов, которые познакомятся сегодня друг с другом, обсудят, поймут, что да, это действительно интересное общение, и что будет происходить, будет какой-то один общий чат, сайт, я не знаю, как будут встречаться, общаться. Ну, вообще деятельность нашего координационного центра подразумевает, что несколько раз в год у нас организуются совместные мероприятия, потому что для людей, любых общение очень важно, а для глухих оно просто необходимо встречаться все вместе, смотреть глаза в глаза друг к другу и разговаривать на родном для них жестовом языке. Поэтому мы надеемся, что в следующий раз мы увидимся на рождественских образовательных чтениях, а дальше в регионах, потому что в каждом регионе что-то происходит, и опять же, познакомившись здесь, они уже смогут друг друга приглашать на какие-то для них важные мероприятия и общаться друг с другом. Спасибо большое за интересную такую беседу. Мне остается лишь только напомнить, что действительно в заключительный день форума, 27 сентября, в Международный день глухих, состоится божественная литургия с сурдопереводом на жестовый язык в храме Тихвинской иконы Божьей Матери бывшего Симонова монастыря. Напомню, что именно здесь в 1991 году была создана «Первая в России. Община инвалидов по слуху». Тимофей. Спасибо, Эльвира. Уважаемые друзья, мы благодарим вас за внимание и прощаемся до новой встречи в прямом эфире Народного православного. Сегодня еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»